МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести Хакасия. События недели в студии Алексея Гончаренко. И сначала коротко о том, что будет в этом выпуске. Тенденция к хаосу. В Абакане от обслуживания домов управляющие компании отказываются с формулировкой «невыгодно». Жильцы по той же причине не желают работать с ЖЭКами. 3 июля, день республики, привычный праздник. Но первые шаги на пути к самостоятельности были непростыми уже на первой сессии независимой республики, как выбирали первого главу Верховного совета. Медицина возвращается к опыту прошлых лет. В стране вновь вводят всеобщую диспансеризацию взрослого населения. Производство и переработка продукции животного и растительного происхождения должны соответствовать новым правилам ВТО. С 1 июля вступил в силу регламент Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В России с 1 июля снова выросли тарифы естественных монополий и, соответственно, коммунальные платежи населения. Как полагают чиновники, средний рост составит около 12%, что соответствует 6% в год, так как тарифы были увеличены с отсрочкой. Наибольший рост на электроэнергию – 15%. Тариф для квартир с электроплитами был 98 копеек, стал рубль 13. В домах с газом был рубль 40, стал 1 рубль 61 копейку. Отопление подорожало на 12% с 929 рублей 87 копеек за гикокалорию до 1041 рубля 45 копеек. Здесь и далее цены указаны для города Абакана. В остальных муниципалитетах цифры могут быть другими в зависимости от прежних сумм. Водоотведение выросло на 13,84%, горячая вода и газоснабжение на 12%, холодная вода на 6,3%. Например, семья из трех человек за квартиру в Абакане с полным благоустройством площадью 60 квадратных метров до повышения тарифа платила за коммунальные услуги в среднем 2074 рубля 30 копеек. Теперь стоимость составит 2324 рубля 30 копеек. Ну и самый большой раздражитель показания по общедомовым приборам учета нейтрализован. Теперь будет применяться специальная формула с введением норматива, выше которого управляющие компании начислять не вправе. Излишки – это теперь их убытки. Хотя собственники квартир большинством голосов могут оставить и прежнюю схему расчета. Это все, что касается коммунальных услуг. Жилищные тарифы устанавливаются и утверждаются путем обоюдного согласия собственников и управляющих компаний. Но и здесь есть тоже поводы для серьезных расприй. Дело доходит и до конфликтов, и даже до расторжения отношений между сторонами. Как, например, это происходит в Абакане. На этой неделе 9 многоквартирных домов остались без управляющей компании. Отказалась от обслуживания жилья ЖУ-6, о чем и уведомило население через объявление. Без управления остались двухэтажные деревянные дома в микрорайоне «Гавань». Объявление несколько обескуражило местных жителей, потому что стало полной неожиданностью. Но особого беспокойства не доставило. Здесь говорят, что если бы не это объявление, то, вероятно, и не заметили бы исчезновение управляющей компании, поскольку особой деятельности ЖЭКа не наблюдают, кроме того, что периодически вывозят мусор, да и то зачастую не в срок. Здесь мусор не вывозят. Это все... Горка убийственная вообще стоит у детей. Тут детей столько много. Потому что они не хотят обслуживать нас. Нас дерут, а деньги не хотят... Да, везде часто. С формулировкой «с нас дерут» руководство управляющей компании категорически не соглашается. Здесь говорят, наоборот, о том, что приходится нести убытки, что работать на таких малоэтажных домах невыгодно, поэтому и отказываются их обслуживать. Несем убытки, чистые убытки. Жители сами не активны. Вверх мы обсчитали, согласно осенним, весенним осмотров, текущий ремонт, посчитали, сколько он по каждому дому стоит должен, предложили тарифы своими. Тарифы не приняли жители. Управляющая компания предложила населению поднять тариф сразу почти на 60%. До этого собственники платили по 14 рублей с квадратного метра жилплощади. Мы предлагали 22,30. Это вот конкретно по данному дому. Вот это экономически обоснованный тариф с учетом именно тех работ, которые нужны этому дому, чтобы поддерживать его в безаварийном состоянии. Впрочем, в управляющей компании не предоставляют документальных доказательств того, что население против повышения тарифа. Вот, например, в одном из домов расписался лишь один собственник, а дом – восьмиквартирный. Да и вопрос, а на какую сумму, например, в прошлом году компания понесла убытки из-за тех домов, от которых отказывается, тоже остается без ответа. В довесок директор приводит еще один аргумент. Многие не платят, и поэтому большие долги. Взять, допустим, новую 15, вот уже 156 тысяч в минус долга. Это они нам, в управляющей компании, уже выполнена работа, они нам должны. А по общим с 2009 года, по всем домам, они нам должны миллион двести шестьдесят две тысячи. Сейчас уже сложно разобраться в первопричине таких взаимоотношений. Или население не платит, потому что ЖЭК ничего не делает. Или ЖЭК ничего не делает, потому что население не платит. Хотелось бы другой ЖЭК, чтобы, может быть, если порядок навели бы, то ремонт бы сделали, и можно было платить. А пять лет назад представители ЖЭУ-6 буквально уговаривали жильцов заключить договор на обслуживание. И не было ни слова о том, что работать на таких домах невыгодно. Теперь здесь понимают, почему ЖЭК был так настойчив и учтив в решении многих проблем. Потому что ожидались федеральные деньги на благоустройство этих домов. ЖЭКу были выделены своевременные деньги из федерального бюджета на ремонт и благоустройство данных домов. Но получилось так, что они несколько домов всего охватили, сделали такую, ну, воду провели маленько там, из бушного материала все это сделано. Было некачественно, все размерзает. А сейчас ЖЭУ-6 отказывается от управления домами. А где денежки? От собственников поступил заказ на канализацию, точнее септик для каждого дома. Судя по объявлению из ЖЭКа, на эти цели отпускалось вместе с софинансированием жильцов свыше 700 тысяч рублей. Из какого именно источника деньги и в каком объеме пошли на обустройство, владельцы квартир доподлинно не знают. Но то, что сумма была заявлена огромная, понимает каждый, даже неискушенный в строительных делах. Провели это, канализацию, трубы и все до дома. До подъезда? До подъезда. А с подъезда уже до квартир мы платили. Вот 700 тысяч за три септика. Это такая сумма вообще бешеная. И вот уже второй год, как свидетельствуют местные жители, септики не откачивают. А деньги ЖЭК за откачку берет исправно. То есть недовольство у сторон обоюдное. И появившееся объявление как раз отличная возможность прекратить отношения. А дома будут выставлены на торги. Пока конкурс не состоится, пока не определится управляющая компания для управления данными жилыми домами. Дома будут управляться действующей управляющей компанией. Но предположим, что на конкурс никто не заявится, потому что кому нужны убыточные дома, условно убыточные. Значит будем пересматривать тариф и повторно объявлять конкурс. В городской администрации говорят, что ТСЖ тоже как выход. И приводят в пример дом на улице Красноярской, 28. Официально здесь нет товарищества собственников жилья, но все вопросы решают в складчину на собственные деньги. И говорят, что выходит гораздо дешевле. Мы собираем 250 рублей в два месяца с одной квартиры. Это получается совсем дешево. А так вот мы платили сколько последний месяц? 750 было в ноябре. И все же здесь говорят, что каждый должен заниматься своим делом. И было бы лучше, если бы вопросы жилищных услуг все-таки решал ЖЭК. Но не изъявила желания ни одна из организаций, а та, с которой был договор, отказалась. Такое отношение к себе жители двухэтажек рассматривают как некую дискриминацию. Как отбросы. Взяли, отказались. В Абакане десятки, если не сотни таких домов. И не только на периферии, но и в центре города. На улицах Аскизской, Герцина, Жукова, Советской, Новой, Хакасской, Чертыгашева, Ленина. И это далеко не полный перечень, где завтра обслуживание домов может стать невыгодным. И откуда даже трудно представить. Вдруг перестанут вывозить мусор. 3 июля – день республики Хакасия. 20 с небольшим лет назад такой даты не было. Теперь праздник ежегодно отмечается с размахом. Не стал исключением и этот год. А первые шаги на пути самостоятельности давались весьма непросто. Достаточно вспомнить первую сессию Верховного Совета Хакасии, тогда уже вышедший из состава Красноярского края. 4 февраля 1992 года. Выборы председателя парламента. Дискуссия в поддержку кандидатур выдалась напряженной. Претендентов было четверо. Андрей Осачаков, Олег Жуганов, Николай Лузанов, Владимир Штыгашев. Голосовали трижды. На первой сессии присутствовали 86 депутатов. В итоге в трудной борьбе победу одержал, набрав 52 голоса за Владимир Штыгашев. Голосование было тайным на выбывание. Количество голосов у победившего кандидата прибавлялось постепенно с каждым очередным голосованием. Озвученные счетной комиссией результаты вновь избранный глава парламента воспринял сдержанно. Сегодня у нас в гостях председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев и нашему гостю все вопросы, касающиеся суверенитета республики и последствий того решения 20-летней давности. Владимир Николаевич, добрый день. Добрый. Вот на этой неделе, даже среди осведомленных людей, возникли споры, сколько же все-таки лет суверенитету Хакасии. 21 или 22. Вот, пожалуйста, пролейте свет на события тех дней. Что все-таки брать за точку отчета? 21 или 22 года суверенитета? Я думаю, 22. Официально все-таки закон Российской Федерации был принят 3 июля 91-го года. На сессии Верховного Совета это я был, участвовал. И просто мы затянули принятие этого решения вопроса. Речь шла о четырех республиках новых. Адыгея, Карачаево-Черкесия, Горный Алтай, но сейчас Республика Алтай и Республика Хакасия. Вот о тех четырех территориях шла как раз съезд народных депутатов, это высший орган в то время, в декабре 90-го года принял решение и внес изменения в Конституцию о том, что автономные области не входят в состав краев. Никто не выводил нас, и мы никуда не уходили, мы только заявляли об этом. Но решение принималось высшим органом государственной власти России. И только вот 3 июля был принят закон, состоялось заседание Президиума Верховного Совета, я тоже был на нем, было принято решение, чтобы провести выборы в декабре месяце и установить для этих республик по 100 депутатов. Вот откуда вопрос-то, откуда? По 100 депутатов. Ну и считали, что все-таки закон принят, все республики согласились 3 июля, 3 июля 91-го года. Вот 22 года исполнилось уже нашей республике. Это вот было неудобно, неуютно в составе Красноярского края быть периферийным каким-то районом или еще какие-то причины? Нет, тут даже не то, что неудобно. Тут, знаете, никакой-то гордыни особо большой не было в этом. А смысл заключался в получить нормальные права области. Вот и все. Дело в том, что у нас полностью все контролировалось. Если мы что-то, условно, в кавычках, добывали в Москве, какие-то там чего, у нас примерно 6 седьмых этой добычи оставлялось в крае. Ну вот за любой инициативой и каким-то решением стоят конкретные люди. Кто стоял у истоков вот этого вот решения, что вот надо самостоятельно республике развиваться? Эта идея была все 300 лет. Вхождение Хакасии в состав Российской Федерации. Я думаю, что это коллективная идея. Ведь самое удивительное, что впервые вопрос о повышении статуса республики Хакасии, в то время Хакасской автономной области, произошел в 76-78 годах, когда обсуждали проект Конституции Российской Федерации и Советского Союза. Новая редакция это тоже было. И там было записано, что автономные области не входят в состав краев. В проекте опубликована книга, брошюры, правда, газеты, все было написано. И вдруг потом кто-то там из партийных руководителей посчитал, что это что такое, и почему, и как. И вычеркнули при принятии Верховным Советом, это уже исчезло положение. Но затем она постоянно... Я думаю, активный участник, будем говорить, подготовительной этой работы был Геннадий Африканович Вяткин. Правда, царство небесное, его нет живых уже. Он не то что идейный вдохновитель, а он был как бы анализатор ситуации, которая складывалась. В том числе в хозяйственных, прежде всего, взаимоотношениях. Ну, я нисколько не скрываю, что я был участник этого движения, инициатор, потому что я на себя решение принял. Мы никогда не стояли за какой-то суверенитет особый, мы именно в рамках России. Это изначально предки 300 лет назад так определили, мы так и поступали. Мы никогда особых привилегий себе не просили. У нас сейчас за 22 года нам удалось действительно сохранить всю инфраструктуру, которая была создана. Второе, сохранить территорию, сохранить языки государственные, русский и хакасский, у нас два языка. Сохранить многонациональную культуру в Хакасии. Я хотел бы доложить всем, что мы за эти 22 года не ликвидировали ни одного села. В России ликвидировано десятки тысяч. А у нас ни одного. У любой медали две стороны. А преимущества сказали, а есть о чем-то сожалетье в связи с тем, что вышли из состава Красноярского края? Во-первых, вот слово «вышли» совсем не совсем это будет правильно. Нас туда никто не вводил, и не выводил сильно. Вот так бы какое-то физическое лицо или какие-то люди. Нет. Дело в том, что Хакасия 300 лет назад вошла в состав российского государства. Вошли это южные районы нынешнего Красноярского края. А эта часть еще 50 лет воевала. Ну, может, 30-то. Где та часть, которая вошла? Где она сегодня находится? Ну, южные районы Красноярского края. Ее нет в Хакасии. И там было 5-6 тысяч Хакасов, но сегодня там их нет. Только остались названия. Каратуза, Курагина Хакасский, Минусин. То есть, лет 5 назад появились разговоры, что нужно объединить, или что не то, что нужно, а что возможно объединение Хакасии и Красноярского края. А вот эта провокация какая-то была? И вообще имели разговоры о основании? В принципе, никаких оснований не было. Я думаю, эти же разговоры можете сказать Краснодар, Адыгея. Можете сказать Алтайский край, Республика Алтай. Вот там были разговоры. Там даже действия произошли. Там зажгли столько остров по Чуйскому тракту алтайцы. В знак протеста. Это было 6-7 лет не так давно назад. Но потом выступил какой-то товарищ и сказал, что это какая-то провокация, это никто центр таких задач не ставил. Ну вот, затихло. Периодически эти вопросы будут подбрасывать. Нам думать надо, как развивать вместе. И я, например, считал, считаю, вообще жителей Красноярского края, это самый близкий братский народ в Хакасии. Ближе у нас никого исторически нет. Ну, кроме тувинцев, которые вот с нами вместе тут тоже были. Но всегда возникает вопрос. Вы правильно говорите. Они всегда возникают. Я помню, был Лебедь Александр Иванович, тоже в Царстве Небесное, губернатор Красноярского края. Мы как-то помогали убирать южным районам зерно. Ну, снег уже, все. И мы последние комбайны отдали, добили их. У нас самих-то ничего не было. И отдали. Но мы договорились, что ребята, вы нам дадите зерно на следующий год, материал посадочный, семена. Чем нам покупать где-то там на Западе, а это районированное зерно, нам выгодно это получить к нашим условиям. Все договорились. Притом за деньги, ни за что, либо за работу. Все хорошо. Но когда убрали урожай, Александр Иванович в команду дал поставить шлагба, мне одного килограмма хакасом зерна. И я ему говорю, Александр Иванович, знаешь что, после этого хоть сгорит огнем, мы даже последнего комбайна и рабочего вам не отдадим туда спасать. Это не по-братски. Тем более, говорю, брат губернатор здесь. Жидот такое. Потом понял. А потом мы показали, кто кому оказывает помощь. Вот мы, примерно цифры, они не точные, но я провизорно называю. Допустим, в учебные заведения Красноярского края поступило в год 400 наших жителей хакасии. В год. Примерно полторы тысячи жителей Красноярского края поступают ежегодно в учебные заведения хакасии. Мы их содержим, мы их учим. Кто кого вообще помогает. Дальше. Мы примерно 350 человек в год оказали помощь в медицинских учреждениях Красноярского края. Нашим жителям. Сейчас же медстрахование. Все учитывается это все. Хорошо. А жителям края сколько мы оказали? Пролечили 3,5 тысячи. В 10 раз больше. А это мы за все собственные деньги. Владимир Николаевич, цифры на какой период? Это период примерно 95-2005, вот эти годы мы как раз анализировали. Сейчас в последний год мы не стали. Почему это? Это все есть в медицинском страховании. Везде это есть. И поэтому кто кому помогает. Владимир Николаевич, еще вопрос. Республика все-таки может быть самодостаточным регионом? Мы все время бюджеты делим. И все время он у нас дефицитный. Ну понятно, потому что такая система распределения налогов. Но тем не менее, если взять Хакасию отдельно и жить только своими силами, то она может быть самодостаточной. В принципе, даже с учетом нынешних положений, которые существуют, межбюджетных отношений, бюджетного кодекса, который у нас есть, Хакасия могла бы стать не так долго надо лет. 4-5 лет она станет самодостаточной. Мы не будем рецепиентом, то есть получателем средств федерального бюджета. А мы станем донором. То есть мы давать должны для других. У нас для этого все есть основания. Нам действительно надо помочь. Вот нам бы помогли хотя бы года 3, как в Братской Туве, или в Братскому Алтае вот рядом. Да хоть в Братскому Красноярскому краю. Также бы помогли Хакасии. Хотя бы в тех же пропорциях. Мы же не просим там ничего, а в пропорциях тех же. Через 5 лет Хакасия была бы донором, наряду с другими 10 территориями. За счет чего? За счет наших потенциалов и ресурсов, которые у нас есть. У нас все есть. У нас есть и кадры, и люди, и ресурсы природные. Все имеется. Транспортная инфраструктура. Лучше Хакасии вообще в Сибири. Мало территорий таких. Железнодорожные станции в каждом районе. Железнодорожные. И нам необходимо, ну условно, 2-3 миллиарда каждый год дополнительных средств. Это не такие большие деньги, если... Я просто не буду называть, чтобы не обидеть некоторые республики, или Сибирь, или там Кавказа, или что. Они получают дотации больше, чем у нас бюджет весь консолидированный. Владимир Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Спасибо, что пришли. С праздником, с Днем Республики. Да. Я действительно всем бы пожелал нашим гражданам неиссякаемой энергии работать, лучше учиться на любом своем месте и всячески украшать землю, на которой мы живем. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях был и председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Николаевич Штыгашев. Медицина возвращается к опыту прошлых лет. В стране вновь вводят всеобщую диспансеризацию взрослого населения. Иными словами, пройти полное медицинское обследование смогут и работающие граждане, и неработающие, и студенты, и пенсионеры. Совершенно бесплатно и, как говорят врачи, буквально за день. Как пользуются такой возможностью жители республики, активно ли идут в поликлиники и насколько серьезно подходят к вопросу профилактики болезней, расскажет Наталья Гармашова. Последние годы в стране под программу профосмотров и диспансеризации попадали в основном сотрудники вредных производств и бюджетной сферы. Нетрудоустроенное население, а также пенсионеры выпали из системы профилактических наблюдений. Только в этом году вышел приказ Минздрава России вести всеобщую диспансеризацию. Федеральная программа «Бессрочное средство на проведение осмотров» выделяет Фонд обязательного медицинского страхования. Даже в сравнительно небольшой Хакасии объем работы предстоит немалый. Ежегодно мы должны, начиная с этого года, охватывать не менее 23% взрослого населения. Это в среднем составляет чуть более 90 тысяч населения. На сегодняшний день у нас прошло чуть более 10 тысяч населения. Наиболее активны, по данным Минздрава, пациенты Алтайского, Джаникидзевского районов, Сорска. Жители других территорий идут в поликлиники не так охотно. Скидку можно сделать на то, что диспансеризация началась недавно, да к тому же в разгаре дачной и отпускной сезоны. Между тем медики делают все, чтобы привлечь население. К примеру, в Черногорске врачи и медсестры объявления о старте федеральной программы развешивают на подъездах многоэтажек. На престе видела, именно вот тут, в первом никаком подъезде, он считается, не знаю, тоже видела. А давно появились? Ну я не знаю, давно-недавно, я обратила внимание вчера, сегодня. Только в Черногорске в этом году предстоит обследовать около 14 тысяч человек. Всего же взрослых в городе угольщиков, почти 60 тысяч. Пройти процедуру несложно. В первую очередь нужно взять паспорт и медицинский полис и отправиться к своему участковому врачу, без предварительной записи. Второй вариант – прийти в кабинет до врачебного приема в поликлинике. Его еще называют кабинетом медпрофилактики. Здесь предстоит заполнить анкету. Ответы на вопросы позволят выявить факторы риска заболеваний. На месте пациенту измерят рост и вес, артериальное давление, дадут направление на осмотры. В каждой возрастной группе свой перечень. Людям с 21 года и до 39 делают кардиограмму, флюорографию, анализ крови, проверяют уровень холестерина и глюкозы. Девушкам предстоит осмотр акушерам-гинекологам. На втором этапе добавляется узи брюшной полости, измерение утреклазного давления и маммография для женщин. Это с 39 лет. И далее добавляется врач-невролог с 51 года. С 45 лет исследования проста специфического антигена для мужчин, то есть на онкозаболевание предстоит для железы. Если выявилось заболевание, человеку предстоит более углубленное обследование. Его уже назначит участковый терапевт, а если необходимо, направят к узкому специалисту. Алевтина Владимировна, узнав о диспансеризации, решила не откладывать визит к врачу на потом. Уже прошла почти всех специалистов. Мы хирурга, нервопатолога, аналога, все анализы. Каждое свое здоровье успокоится. Сейчас же непредсказуемые все болячки вылазят. Так что я считаю, что это очень хорошо делали диспансеризацию именно для пенсионеров. По собственному желанию посетила кабинет профосмотра и Надежда Порватова. Приехала в Черногорск из Багратского района. Я с удовольствием прохожу. Состояние своего здоровья нужно обязательно знать. Чтобы потом, впоследствии, успеть вовремя начать лечиться. Между тем, многие пациенты к нововведению относятся скептически. В основном молодежь, говорят врачи. Поэтому главная задача медиков – привлечь в больницу именно эту возрастную категорию. Кстати, некоторые откладывают в долгий ящик визит к врачу из-за того, что сложно отпроситься с работы. В таком случае врачи буквально цитируют статью федерального закона. Работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы работник проходил профосмотры и беспрепятственно отпускать работника на прохождение диспансеризации. То есть это четко прописано в законе. И напоследок самое главное. В первую очередь на диспансеризацию ждут пациентов, которым в данный год исполняется 21, 24, 27 лет и так далее, прибавляя по 3 года вплоть до 100 лет. То есть одному и тому же человеку полное обследование предстоит раз в 3 года. В промежуточный период тоже можно прийти в поликлинику, но только на профосмотр. Он включает меньшее количество обследований. С 1 июля вступил в силу регламент Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Теперь производство и переработка пищевой продукции, животного и растительного происхождения должны соответствовать новым правилам, которым следуют страны, вступившие в ВТО, Всемирную торговую организацию. Нововведений много. Часть из них касается мясной продукции. В частности, убоя скота. Он должен производиться исключительно в специализированных местах. Только в этом случае мясо может попасть на прилавок. Как реализуется закон в Хакасии из Усть-Абаканского района. Репортаж Олеся Калиниченко и Алексея Голубева. Выполнять условия новых требований аграрии республики в полном объеме пока не готовы. Бойни, отвечающие всем санитарным нормам, есть, но их мало и они находятся в частных руках. Одна из них расположена в Усть-Абакане. Производственная мощность 80 голов в сутки. Бьется здесь током все. Полный ветеринарный контроль идет. Мерится температура у коровы. Ветврач определяет, больная или не больная. То есть не то, что у нас во дворе как добьется. Ну, чистота, порядок. Введение новых требований к убою скота в первую очередь ударит по карманам простых крестьян. Тех, кто разводит крупный рогатый скот для себя и лишь сезонно продает излишки. Массовый забой свиней и КРС участников начинается в конце лета, когда необходимо собрать детей в школу. Несмотря на то, что новый техрегламент по мясной продукции вступил в силу, до февраля 2014 года действует переходный период. То есть этой осенью сельчане могут работать по старой схеме. Убой скота проводить у себя в подворье и реализовывать продукцию. По техническому регламенту продать забитое дома нельзя. Ну нельзя. И он фактически вступил в силу вот этот регламент. По 19-й статье никакой отсрочки нет. Но вы пока все равно штрафовать не делаете простых крестьян. Ну, мы же люди, мы же понимаем нашу страну, да, с учетом раскачки и всего остального. В текущем году специалисты Росвельхознадзора еще будут лояльно относиться к подворному забою скота. Но касается это только личных подсобных хозяйств. В следующем году никаких послаблений никому уже не будет. У местных властей осталось совсем немного времени, чтобы организовать в населенных пунктах оборудованные бойни. За свой счет не получится. Нужны миллионы рублей. Вся надежда начальников. Усть-Абаканские специалисты, в принципе, уже работают по заявкам населения. За одну голову берут в два раза меньше, чем деревенские убойщики. Вся проблема в доставке скотины. Мы уже рассчитали, да, что в газика влазит 8 голов. Если 8 голов всем они набирают, мы бесплатно управляем машину. То есть бойня берет затраты все на себя. По информации из Тебаканского районного сельхозуправления, в течение года в крупных деревнях должны появиться оборудованные бойни. В селе Райково под это планируют перестроить бывшую котельную. Надеемся, что придут предприимчивые люди, то есть предприниматели, которые возьмут на себя ношу по реконструкции существующего этого здания и в 2013-2014 году открыть его уже как для забоиска, так как от крестьянской фермии, так и от населения. По данным местных властей, село Райково в прошлом году поставило на мясной рынок Хакасии около 900 туш КРС. Работы в деревне практически нет. Личное подсобное хозяйство – одна из главных статей дохода для сельских жителей. Пользоваться услугами профессиональной бойни люди, в принципе, не против. При условии, что она будет в шаговой доступности и за приемлемую плату. Если в деревне сделают бойню и плата будет, соответственно, недорогая, то нормально. Это гораздо будет удобно и выгодно, чем везти куда-то в Усть-Абакан, там, допустим, или в Абакан на мясокомбинаты сдавать, или здесь частников нанимать, чтобы они приезжали, кололи. Можно сказать, что жителям села Райково повезло. У них бойня появится в обозримом будущем. Как быть малым населенным пунктом, где рядом нет крупных фермеров и нет заброшенных котельных? Вариантов немного. Первый – нанимать машину, везти животное на ближайшую бойню. Второй – за бесценок продать корову живым весом, перекупом. Они, кстати, уже активизировались и, по всей видимости, их услуги востребованы. Олеся Калинченко, Алексей Голубев, Вести, Хакасия, События недели. Сегодня день Ивана Купалы. Один из существующих и самых популярных обрядов – обливать всякого встречного водой. Впрочем, стоит помнить, что раньше для этого специально облачались в не самую чистую одежду, чтоб не жалко было, и делали исключение для стариков и малолетних. Обязательным обычаем было массовое купание. С этого дня из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня можно было купаться без опасений. Иванов день празднует практически вся Европа. Ну а завтра – дата всероссийского масштаба. День Петра и Февронии. Его часто противопоставляют западному по происхождению Дню Святого Валентина. У нашего праздника моральная основа глубже и прочнее. Это день семьи, любви и верности. Кстати, это весьма актуально в свете статистических данных, согласно которым только за один год в России разводятся один миллион семей. Комитет Госдумы решил бороться с этим печальным явлением рублем, и со следующего года может быть введен налог на развод. Это свыше миллиарда рублей дополнительных поступлений в бюджет. Однако пусть лучше растет число отмечающих День Петра и Февронии. Всего вам доброго и до встречи.